Всем привет! Все родители стремятся дать своим детям все самое лучшее, но люди имеют разные возможности. В Дубае концентрация денег зашкаливает, поэтому неудивительно, что дети миллиардеров в этом городе просто купаются в роскоши. Как живут и на что тратят родительские деньги самые богатые дети в мире, вы увидите прямо сейчас. Но для начала не забудьте подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы ничего не пропустить. Рашид Белхаса – один из самых известных молодых богачей Дубая, причем он известен далеко за пределами Эмиратов. У него есть свой YouTube-канал и страничка в Instagram, где он называет себя MoneyKicks. На его страничку в Instagram подписались полтора миллиона человек, а на YouTube-канал – более чем два с половиной миллиона. Популярность в сети Рашиду принесли не его особый харизм и незаурядный талант, а деньги его отца и та роскошь, которую он может себе позволить. Отец Рашида – строительный магнат и управляющий директор Белхас Интернешнл – сейф Ахмед Белхаса, чье состояние, по слухам, превышает 2 миллиарда долларов. Рашид демонстрирует в своих роликах роскошные автомобили, хвастается личным самолетом и даже проводит видеоэкскурсии по собственному зоопарку, где живут белые тигры, львы, жирафы и другие экзотические животные. Парень просто помешан на хорошей спортивной обуви. Под свою эксклюзивную коллекцию кроссовок он выделил целую комнату. Там есть действительно уникальные экземпляры. Например, пара, подписанная самим Майклом Джорданом. Как бы случайно, в кадре то и дело мелькают часы от роликс и другие вещички, которые не каждый руководитель успешной фирмы может себе позволить. Не то, что сверстники Рашида. Кроме того, в инстаграме парня то и дело появляются фото с различными звездами – успешными спортсменами и звездами шоу-бизнеса. Парень уверяет, что знаменитости сами выстраиваются в очередь, чтобы познакомиться с ним. По его словам, желающих так много, что многим он даже вынужден отказывать из-за нехватки времени. Как у каждого успешного блогера, у Рашида много хейтеров в сети, которые считают его всего-навсего высокомерным и занощевым, маменькиным сынком. Однако в свои 17 только на своем ютубе и инстаграме Рашид зарабатывает столько, что его хейтерам и не снилось. Поэтому все выпады в свой адрес парень объясняет обыкновенной завистью. Парень с канала MoVlogs заработал себе немалое состояние, показывая видео роскошных автомобилей, которым он питает большую слабость. Настоящее имя ютубера – Мухаммед Байрадждери. И на его канале больше 8,5 миллионов подписчиков. Он может себе позволить путешествовать по миру, покупать или брать в аренду дорогие авто и показывать их на своем канале. Мухаммед дружит с Манни Кикс. Иногда у блогеров выходят совместные видео. Но состояние семьи Мухаммеда гораздо скромнее, чем у семьи Белхаса. Тем не менее, ютуб-канал позволил парню заработать 7 миллионов долларов. Что, согласитесь, совсем немало для 23-летнего парня. История Мухаммеда показывает, что в Дубае деньги практически сами липнут к тем, кто стремится их заработать. Сегодня молодой ютубер может ни в чем себе не отказывать. Жизнь наследного принца Арабских Эмиратов шейха Хамдана похожа на настоящую сказку. Его состояние оценивается в 18 миллиардов долларов. Поэтому неудивительно, что он себе может позволить все, о чем другие только мечтают. Принц активно пользуется Инстаграмом, так что все желающие могут наблюдать за его роскошной жизнью. Но в отличие от других блогеров, которые хвастаются в сети роскошными автомобилями и другими дорогими вещами, увлечение Хамдана очень благородны и достойны настоящего принца. Огромные средства он тратит на разведение верблюдов. Принц очень любит лошадей и является отличным наездником. Но его самый любимый питомец – это белый лев. Иногда Хамдан плавает в бассейне со своим слоном Раджаном и увлекается соколиной охотой. Казалось бы, принц может жить в свое удовольствие, ни о чем не заботясь, но Хамдан активно занимается благотворительностью и принимает участие во множестве социальных проектах. Конечно же, все атрибуты богатой жизни ему не чужды. Шикарный дворец, роскошные автомобили и собственный самолет – все это есть у наследника. Но, похоже, все это не вызывает у него особого интереса. Хамдан пишет стихи и вообще производит впечатление очень романтичного юноши. Именно таким и описывают принца в сказках – богатыми, красивыми и благородными. Поэтому неудивительно, что до недавнего времени Хамдан был одним из самых завидных женихов в мире. Но в прошлом году 36-летний наследник наконец женился на своей двоюродной сестре. Ни для кого не секрет, что деньги притягиваются к деньгам. Сегодня, когда люди активно пользуются социальными сетями, это стало заметно как никогда ранее. Ведь оказалось, что любой богатый человек может зарабатывать еще больше, если просто будет демонстрировать свое богатство всем желающим. Али Мухаммад – один из самых богатых блогеров Дубая и Арабских Эмиратов в целом. Все началось с того, что он просто стал выкладывать в Инстаграм свои фото в одежде от самых дорогих брендов мира. Оказалось, что смотреть на эти фото и следить за его жизнью захотело множество пользователей сети. И вот уже сами дизайнерские дома стали платить ему за то, чтобы он фотографировался в их одежде и рекламировал ее. Алии не только получает доход от рекламы Прада, Гуччи, Фензи, но и имеет выгодные пользовательские соглашения с целым рядом заведений. Однажды один из самых роскошных отелей Дубая бесплатно предоставил ему свой люксовый номер за то, чтобы Алии прорекламировал его в своем Инстаграме. Близняшки Бадура являются одними из самых известных и успешных блогеров Дубая. Но их история очень отличается от тех, что мы слышали ранее. Клавдия и Лаура не были рождены в роскоши Арабских Эмиратов. Сестры родом из маленького польского городка. Их незаурядные внешние данные и трудолюбие позволили им построить шикарную модельную карьеру в Лондоне. Девушки стали вести свой бьюти-блог и справлялись с этим настолько успешно, что очень скоро могли позволить себе роскошную жизнь в Дубае. Теперь сестры живут на два города. Иногда они прилетают по делам в Лондон, но в основном наслаждаются роскошью в Дубае. Людям нравится наблюдать за красивой жизнью очаровательных близняшек, которые практически неразлучны. Элси Аделия – ещё одна богатая красавица Дубая, которая вовсе не арабского происхождения. Элси – финская модель, которая рекламировала летние платья, но её карьера не была настолько успешной, чтобы она могла позволить себе такую роскошную жизнь, которой она живёт сегодня. Зато работа модели помогла ей обратить на себя внимание богатого ливанского бизнесмена, за которого она вышла замуж. Теперь Элси Аделия является одной из самых известных женщин в Дубае. Она купается в роскоши и даже создала собственный бренд одежды. Кара Мюррей, которая также известна в Инстаграме как Герцогиня Дубая, родом из Великобритании. Женщина ведёт свой блог, в котором рассказывает о своей роскошной жизни. Кара утверждает, что для того, чтобы жить жизнью своей мечты, она вышла замуж за богатого человека из Дубая, но имени его она не раскрывает. У Кары двое детей, фото с которыми она регулярно выкладывает на своей странице. Также множество фотографий посвящено путешествиям по разным странам. Глядя на фото в Инстаграм, также можно понять, насколько роскошный дом, в котором живёт Герцогиня Дубая, и увидеть её фото в купальнике у огромного бассейна. На странице шейха Хамдана в Инстаграм можно увидеть множество фотографий с очаровательным ребёнком лет пяти. Мальчик то занимается с принцем в спортзале, то катается на слонах, то просто позирует широко улыбаясь. Многие пользователи сети даже решили, что это сын наследного принца. Но это вовсе не так. Мальчика зовут Мадж, и он является сыном близкого друга Хамдана. Такая дружба с принцем принесла малышу известность в сети. А когда на одном важном мероприятии ему ещё и удалось пожать руку английской королевы, в его Инстаграме быстро набралось полмиллиона подписчиков. Если так пойдёт и дальше, то очень скоро Мадж может составить конкуренцию Мани Кикс, Мовлокс и другим известным блогерам из Дубая. Субтитры создавал DimaTorzok